Сейчас смотрел Дмитрий Гордон, говорил о светлом человеке Немцове, о действительно нормальном правительстве. В СБ отключили звук. Да, вполне, я допускаю, я знал многих и знаю людей, которые и сейчас при власти, и знал Немцова. Я могу сказать, что масса людей, с которыми приходилось общаться, но не хотелось. А с Немцовым нравился общаться. Вот такой действительно был светлый человек, уникальный. Всегда, я помню, очень близкому человеку своему как-то сказал, мы встретились, и был жаркий, жуткий день. И Боря пришел в белой льняной рубашке и в белых штанах. Я тоже люблю льняную одежду, и она у меня всегда как тряпка висит, я ужасно выгляжу совершенно. А он пришел такой наглаженный весь, идеально вообще, никакой складки нет. И достаточно близкий мне человек говорит, а он что, пешком пришел? Я говорю, да нет. Он говорит, какое ощущение, что он на вертолете прилетел. А там пробки, мы въехали в этих пробках. Потом пришлось бросить машину, потому что не движется ничего. В Крокус-центре в этом встречались. Потом шли туда пешком. И Боря с Пятницкой приехал на машине и прекрасно выглядел. То есть, не мятый никакой. Он это умел, да, и выглядеть хорошо, и говорить хорошо. И светлый такой достаточно человек был. Очень приятный в общении. Ну, женщину нравился, безусловно. Такие мужики очень нравятся бабу. Так, так что сегодня день памяти Немцова. Я помню, как провел эфир. Помните, пять лет назад провел эфир и вышел. Где же я был-то, Господи? Когда Дима позвонил мне и говорит, Бориса убили. Я думаю, что-то херня какая. Кто и за что может Бориса-то убить. Вот, оказалось, могут. И вообще, как-то много всяких совпадений. Помните, в тот год я вещал в Новый год с проекцией на Кремль из гостиницы «Балчук». А получилось сейчас, когда просматриваем, оказывается, проекция прямо на место гибели Немцова. То есть, какие-то такие вот бывают совпадения. Слава, а в чем главная ошибка Немцова? Хотелось бы услышать от вас. В чем ошибка? Да не было никаких ошибок. В том, что его убили. Вы думаете, ошибка? Ну, представьте себе, вот я говорил уже, может быть, кто-то неправильно поймет, но я очень хорошо к Борису относился. И я могу сказать, ну, как политик он абсолютно, то есть, самим актом такой смерти очистился. Сама смерть, ну, не страшная и не больная, мягко говоря, да, то есть, это не умирать от рака и разваливаться по частям. С молодой девкой в прекрасном настроении, в прекрасном состоянии, дожив до достаточно взрослого возраста, не испытывая никаких серьезных, надо сказать, проблем, да. То есть, это очень хорошая, светлая жизнь, очень положительный результат, я бы сказал. Поэтому, не думаю, что можно говорить о каких-то ошибках. Говорят, нельзя никого назвать счастливым до погребения. Ну, жизнь Бориса более-менее счастливая. Давайте говорить откровенно. Все, его похоронили пять лет назад. Ну, смерть гораздо хуже бывает у большинства людей. Гораздо хуже. Поэтому, ну, не знаю, как сказать тут, чтобы потом за язык не хватает. Говорят, вот он там оправдывал или там. Нет, конечно, мне очень жалко Бориса, тем более у меня с ним были прямые личные хорошие контакты. Мы созванивались и, в общем-то, он мне очень часто подсказывал, говорил какую-то информацию. И вообще, я очень ценю, когда люди обо мне заботятся. Первое, что Немцов сделал в 2012 году, когда прилетел в Саратов, сойдя с трапа. Меня там не было, были другие люди, но они мне потом передали. То есть, ни здравствуйте, ни до свидания. Как дела у Мальцева? Но это дорогого стоит, конечно, понимаете. Вячеслав, а если его убил не Путин? В любом случае его убил Путин. Мы же понимаем, как его убили. Мы понимаем, что это заказуха, так сказать, из Грозного, да? Это заказуха из Грозного. А может быть, это подарок, как Политковскую, да, подарили Путину на день рождения. Путин уже, он мог сказать где-то этот Путин, да, там, вот Борис меня там затрахал. Или какой-нибудь Рамзан посмотрел, как Борис там Путина дураком, там, сумасшедшим называет и так далее. И решил такой подарок сделать, правильно? Поэтому, о чем речь? Конечно, виноват Путин. Не будь Путин, Немцов жил бы до сих пор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...